и ребята напоследок время 1 час мы только проснулись отсыпались и мы привезли гостин с собой из таиланда хозяина квартиры еще не видели в общем мы сейчас пошли к нему за дарим д пойдемте одну коробку бабушки ой ой вы вы дай 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 как это называется шиша шиша Я вижу. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Что ты говоришь? Он потом нас позовет. Вечером? Да, вечером. Спроси Гайда в какое время? Он просто зайдет нам в квартиру и скажет нам, вверх, наверное. Окей. Ну все, подарили. Девчата, довольны? Они так красиво украсили. Да, смотри, смотри. Это к Новому году. И вот это, кстати, штучки не было, да? Но ему так приятно было, да, кстати? Да. Скажем маме и брату, что они нас позвали покушать. Скажем, да, скажем. Когда мы им всегда дарим подарки, они нас всегда куда-то зовут. Ну, приятно же, когда взаимно. И я думаю, что все-таки это, наверное, новое будет видео. Потому что он нас позвал в гости. Я думаю, что можно будет, в принципе, поснимать. Да, мы будем вместе с ним кушать. Это, в общем, новое видео, ребята. Планы поменялись. Кстати, здорово, когда подарки даришь, да? Есть такое ощущение? Ну да, дарить всегда лучше, чем получать, по-моему, да? Девчата, идите. Девчата, идите. Здорово, недавний вечер. Хорошо, спасибо. Очень много людей. Много людей. Много людей. Много людей. Показывай, что это. Конфеты. Спасибо, не забудьте сказать. Happy New Year. Happy New Year. И опять конфеты. Сейси. А здесь он фрукты принес. Смотрите. Dragon и яблоки. Very long time, yes. Very long. Yes. Игорь. Игорь. Китайский, английский язык вообще рулит. В общем, общаемся так. Ну, конечно. Но мы подтянем язык. Ничего страшного. А он сейчас говорил, что вещи и вещи. Но он же вещами занимается. Он спортивные вещи шьет. И я обещался к нему пойти на фабрику. Поснимать производство. Показать ассортимент. И, может быть, кого-то заинтересует бизнес. Потому что вот он непосредственно производитель. Вот он под рукой. Понимаете, как бы. Помочь. Он мне просто попросил. Помоги мне продать вещи в России. Я говорю, окей. Я поснимаю. И, может быть, кому-то будет интересно. Как малый бизнес. Или, может быть, даже крупный. Потому что я у него поставил. Там вещи лежат на складе. Приличными партиями. В общем, надо будет пойти к нему в свободное время. И поснимать производство. Какой ассортимент. В общем, такой вот. Ребят, мы приехали в нашу любимую столовку. Здесь, в общем, смотрите, раздача. Мы уже себе набрали. Там снимать особо нельзя. Они как-то говорили. В общем, ну, мы поснимаем, что мы себе заказали. Так. Заказал себе суп за 9. И они очень вкусные. Рис. Это какие-то такие вот. Это овощ какой-то. Яйцо. Яйцо. И брокколи. Ника себе взяла что? Рис. Помидоры с яйцом. И вот такое мяско. Окей. Мама. Я взяла мяско остренькое такое, с перчиком. Это грибы. Много-много сортов грибов. Видите, вот раз. Вот этот белый гриб. Два. Три. Четыре. То есть тут много разных грибов. Они тушеные, с овощами. с горошком, с морковкой. И это капуста клашевая с перчиком. Так. Я себе взял капусту. Как она? Салат. Трава. Как, не знаю, как называется. В общем, китайская какая-то трава. Типа шпината, что ли. Но такое же мясо, как Катя остренькая. И капуста. Пекинская, кажется, капуста с тофу. Ленточный тофу. Это ленточный тофу. А как она? Пенка? Пенка соевого молока. Как она называется? Пуджо. 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 Все, ребята, приятного аппетита. Ребят пообедали, плавно переместились в супермаркет. Катян хозяину квартиру берет фруктов. Помыла взяла, да? Такой нарядной упаковочке. В общем, ребята, пришли в магазин, немного продуктами повстарятся, потому что дома нет ничего. Больше месяца у нас отсутствовало дома. И овощи, фрукты, зелень. Как тебе, Китай, после отсутствия месяца? Вообще, классно. Классно, да? Да. Поскучилось? Да. Ну, есть такое ощущение тоже. Ребят, а у нас уже вечер. Шаг лево, шаг вправо. И уже вечер. Буквально только разобрали чемоданы. И, ребята, нас хозяин уже позвал в гости к себе. То есть, он присылал в течение дня, как они там готовили, видимо, продукты, какие-то там блюда. В общем, все снимал это и мне отправлял в WeChat. Мы, недолго думая, съездили в магазин, купили себе продуктов и закупили гостинцев. Помыла купили вот такой подарочной покупки. Это уксус. Он вкусный. Да, яблочный. Яблочный уксус. Да. Это для нас. Мы очень обожаем. Чай купили. Он сладкий. Мы его, да, любим. С медом. С медом. И еще вот эти печеньки. Чукопай. И чукопайка. В общем, да. Китайцы любят снеки всякие различные покупать. Вот. И мандарины. И фрукты взяли, да. А также в прошлый раз очень хорошо зашла утка. Мы взяли утку. Мы были в гостях уже у нашего хозяина этого дома. И прямо не хватали нашу утку. Им очень понравилось. Да. Им очень понравилось. Кать съездила, купила здесь вот такой соус. И внутри уточка такая прям хорошо-хорошо зажаренная. И Кать приготовила салат видимо по ужинам. Да я так понимаю? Да. В общем это наш ужин был. Кать начала готовить кое-что. Я говорю, зачем ты готовишь? Нас сейчас уже скоро позовут. Я говорю, давай бери салат и пойдем. В общем взяли немного салата изготовили. Будем угощать. Понравится, нет? Ну там шумно. Я уже прям слышу. Там музыка очень громко играет. Я слышу. И народ прям галдит. Китая вышла прямо. Там прямо пахнет едой. Очень много еды. Мы все посмотрим, ребята, и вам покажем. Ребята, вы чувствуете, что мы в Китае уже находимся, да? Запах чувствуете? Запах чувствуете? Вы чувствуете запах? В третий минут. Музыка, музыка. Татьяская музыка играет. Что за праздник сегодня? Интересно. По семейному нам было тоже шорты так же оставить. Это для тебя. Спасибо. Привет. 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 Ничего себе. Это помнишь, я делал лапшу, да? Вот эту, которую они нам приносили, да, пробовать? Какая? Лапша, лапша. Чайная пицца. Чайная пицца. Он говорит. А здесь что такое? Вон, кишочки. Так, надо все пробовать, так, непонятно. Давай, пойдем. Давай. Давай. Ни хау. Ни хау. Ни хау. Оху. Д drugs. he предлагает нам спномерить. Очmed osoby duas адъ� Herman. Техникой обзавелся. Он купил новый телевизор, купил звуковую систему, караоке купил. Круто. Все новое, все новое ребята купил. Прям вот караоке устраивал, прикольно. Ищет какую-то песню, видимо. Здесь игра, ребята, происходит. Все заняты. И так шумно, да? Все заняты, здесь играют, там поют. Прикольно, прям чувствуется, какой-то праздник. Приглашает нас садиться к столу. А здесь знаменитая водка Маутай, которую пробовал сам президент Путин. Здесь взяли чашки и бьют через край просто. Как супчик польский. Понравился? Свои образы. Образы. Морские водоросли. Поля, тебе что понравилось? Пицца, китайская пицца понравилась. Сверху кинза, потом идет рисовая лапша, кажется, с кусочками мяса. Пусть вкусно. Пусть вкусно. Пусть вкусно. Пусть вкусно. Пусть вкусно. Спасибо. Хотелось бы подчеркнуть, что практически никто не приедет. Получается, сколько он рюмок? Пять рюмок? Да, ну вот он предложил еще женщине. Поплю? За Новый год, за китайский Новый год. Чем пахнет? Чем пахнет? Пахнет китайской водкой Говорят, это чес Ему нравится запах, видишь как? Блин, это очень вкусно Очень вкусно Малькенжи, чай-ли-си Очень вкусно, мы здесь добавим Добавляя рыбачка, Facebook, кипяток Ой, рыбачка, бывают рыбачки Я иногда готов к нам, мы готов к tantу У нас готов к нам, или иди У меня готов к нам, тест Мы, ребята, приступаем к лапкам, самое без всякого сарказма. Никто не чокнулся за разу. Я тянулся, тянулся. Все пробуют наш салат. Вкусно, говорят. Ну, может быть, чтобы не обидеть. Может быть, я не знаю. Сейчас мы, ребята, наелись, напились, идем играть, попробуем, как это играть. Пока что ставимся на паузу, потом включимся. Сосед сказал, что эта капуста выращена на его огороде. Наверху, на крыше, которая выросла. Мне понравилось. Вот это блюдо. Это напоминает мне, типа, холодец, вот такое что-то переваренное мясо. Очень вкусное. Вероника сходила домой, взяла конфеты, и мы всех угостили. И мы играем в ту же игру. Я уже Нику научила, как играть, да? Сосед, смотрите, открыл дорогущую бутылку Ренни Мартин. Камбэй. Видимо, бутылка дорогая, потому что он так прямо сделал на этом акцент. Пробуем. Коньячок такой хороший, мягкий. Мы с тобой сможем переписываться через чат. Ты сможешь перевозить это через чат. Да, да, да. Он, в общем, рассказывает ей, как пользоваться... В мессенджере очень удобно, есть встроенный переводчик. Долгое нажатие, и можно перевести. То есть, смотрите, берем текст, выделяем, перевести, и транслет нам переводит на ту систему, на которую телефон настроен. Если пишешь максимально... Тихо, тихо. Если пишешь... Да что вы разорались-то сегодня? Если пишешь максимально легко, то транслет нормально переводит. Простые фразы, переводчик переводит нормально. Короче, вот эта китайская водка, от которой Славы отказался, называется Мао Тай. Сколько это стоит? Он сказал, больше 900 юаней стоит. Очень дорого. Мы сейчас выясняем, какой это сегодня праздник или нет. Потому что собрались родственники, близкие, я так понимаю, друзья, и отмечают. Бабка такая модная, смотри, у нее седьмой эльфон. Да. Вообще круто. И у нее еще платье Гуччи, ой, это не Гуччи, а как она, Шанель. Ребята, я вообще спросил, какой праздник сегодня, и он написал, сегодня наш 28-летний сотрудник партии. Видимо, может быть, что-то связано с партией, с политикой, в общем, мне кажется, что-то такое. Все дружно отмечают политический праздник. Ё-моё, почему у нас не отмечают политический праздник? Женщины уже отделились, пошли петь параоке. Сказали, какая любимая песня у Вероники. Пошла искать эту песню. Не знаю, если найдет, то Вероника сейчас им песенку споет. Русские песни поют. А пока мы, ребята, песни пели, то убрали, убираются. Спасибо. 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 все ребята мы дома погостили клево немножечко выпили немножечко попробовали еды мне прям понравится блюдо который вот с кишками мясной она кишки естественно ел мясо такое поваренное ел очень вкусно ну так все очень было интересно и с непривычки шумновато прям прям отвыкли маленько да все пытаются друг друга перекричать что-то сказать добавить мне нравится времяпровождение как китайцы проводим вот эти вечера то есть у них нету такого что все сезон по часами за столом да как у нас кушают пьют разговаривают вот в основном у нас так проходят праздники они как бы быстро поели быстро выпили и все пошли играть в маджонка дни и пошли песни петь если это молодежь отдыхает у них сразу активные игры вот эти вот там какие-то бегать прыгать в общем весело мне это очень нравится ну все ребята давайте будем говорить вам до свидания наверно увидимся следующих видео потому что будет очень много видео распаковки все все будет потому что он подарки на 6 до сих пор стоят вот подарок стоит и внизу стоит подарок большой белоритый тренажер в общем будем открывать и все вам обязательно покажем все ребята подписываемся на канал ставим лайки как обычно и всем пока завтра в школу девочки еще надо отдыхать хватит в школу